Ровно неделю назад мы обсуждали, как начинается украинское наступление под Херсоном и специально обращали внимание на то, что фронт там не посыпался, то есть там произошло частичное оставление первой линии, там посыпался фронт, но там не произошло каскадного обрушения фронта. Вот прошла неделя и в совершенно другом месте, так я понимаю, Роман, это кажется и произошло. Правильно я понимаю? Да, есть такие признаки каскадного обрушения на одном из участков фронта в районе Балаклея, может быть чуть севернее. Последнее время там также проводились, как и вдоль всей линии фронта, проводились артиллерийские дуэли. Выполнялась задача по нанесению огневого поражения противнику на глубину 50-70 километров и с увеличением количества артиллерийских ударов по ближней линии фронта. Также были подтянуты авиация, Байрактары, если следили за СМИ. То вот вся эта мощь, которая в последнее время зашла от наших западных партнеров, она была высыпана на головы российских войск вдоль всей линии фронта. В некоторых местах они действительно посыпались. В районе Херсона, правобережной группировки, было просто просаживание. А вот в районе Балаклея, чуть может быть севернее, прошло каскадное обрушение фронта. Сейчас украинские войска занимают плацдармы определенные, выполняют те задачи, которые перед ним ставит верховное главнокомандование. А правильно ли я понимаю, что это каскадное обрушение произошло, в том числе и потому, что там просто реально фронт обороняли собровцы? Вот какой был механизм? Вот все время говорят наступление. Вот я очень люблю, Роман, когда вы именно детально объясняете, не что там кто-то наступал, а что именно происходило. Потому что, как я понимаю, как раз под Балаклеей там была не только артиллерия, которая всех перемалывала, но там были и танчики. Ну, если уже объяснять саму Балаклею, она здесь показана просто как какой-то населенный пункт, какой-то площадной ориентир. К ней можно не привязываться. Это просто точка, на которую сейчас обращают внимание. Но не сама Балаклея, как точка применения силы каковы. Это просто площадной ориентир рядом с теми военными действиями, которые происходят. Лучше на нее посмотреть чуть шире и попробовать по времени на 2-3 месяца назад, даже на 3, наверное, откатиться, и будет понятно, что происходило. Когда брали российские войска «Изюм», под «Изюм» была переброшена большая, мощная российская группировка. Причем она была даже тогда уже сборной солянкой. Там были и Собравты, и Барс, и ЛДНРовские мобики, и линейные российские части. Кстати, те же ВДВшники, которых впоследствии забрали. «Изюмская группировка» изначально находилась в котле. Этот котел еще описан в 42-м или 43-м году. Это так называемый «Балаклейский плацдарм», «Изюмский котел». Когда там попало сотни тысяч солдат в мощный такой котел, его раскатали очень быстро, за несколько недель. Там сотни тысяч пленных, погибших. И еще раз забираться в этот котел, ну, был такой вариант для россиян, ну, очень спорный. Но, тем не менее, они в него полезли. Почему считается этот «Изюмский плацдарм» таким проклятым? Дело в том, что там сходятся дверики. Северский Донец идет с севера, ну, если на карту смотреть, слева с севера на юг. И правее идет речка Оскол, которая, кстати, идет через Купинск. А нас, южнее «Изюма», они сливаются, эти две реки. И вот такой интересный треугольник получает. Если туда заползти, то с одной стороны Северский Донец довольно-таки немаленькая речка, и там очень хорошо удерживать плацдармы. А сам по себе Оскол, там Оскольское водохранилище довольно-таки широкое. Речка-то, Оскол, может, и не сильно широкая, но Оскольское водохранилище широкое. И вот в этот треугольник заползла эта «Изюмская группировка». Она топталась там несколько месяцев. Механизма наступления с ее стороны в какую-то сторону абсолютно никакого нет. Они пробовали через Балаклеев наступать на юг, для того, чтобы обрезать линии снабжения Славянской Краматовской. Но это идиотизм был полный теми силами, которые были в тот момент расположены в районе Балаклея. Также пробовали наступать на Славян со стороны «Изюма». Но именно это и мешало им вот эти вот речки. Они мешали просто развернуть наступление как таковое, потому украинские войска очень легко их остановили. И в одном месте они практически простояли несколько месяцев. И вот теперь этот «Изюмский плацдарм» вышел на такой «Сентябрь месяц». Причем месяц назад оттуда еще забрали ВДВшники и бросили на Кирсонское направление. То есть практически в этом треугольнике остались силовики российские в основном, мобики донецкие, может быть БАРС – это все-таки какой-то мобилизационный ресурс, который собирался типа нашего ТРУ украинского. Но это не линейные части. И потому удерживать этот плацдарм или тем более развивать какие-то виды наступлений, с него просто не было смысла никакого. Потому когда пришло время, а вот оно скорее всего пришло, этот котел будет оформляться. Я так думаю, если будет принято решение, то украинские войска могут выдвинуться в сторону Купенска или как минимум взять Купенск под огневой контроль. И тогда этот огневой мешок оформится примерно в такой же, как сейчас есть на правобережной Украине, в районе Кирсона. А вот возвращаясь к Купенску, я помню, что еще несколько месяцев назад было украинское наступление на Харьковском фронте. Как раз целью был Купенск. И тогда российское контрнаступление его остановило. Правильно ли я сейчас понимаю, что сейчас Украина, но немножко из другого места пытается делать почти то же самое? Несколько месяцев назад, и в принципе, еще остался этот плацдарм в районе Старого Салтова. Там можно было идти на Купенск со Старого Салтова, но основной удар, скорее всего, может быть нанесен, если бы принято было решение, это на Волчанск. Это ветка железнодорожная. К Купенску сходятся две ветки, по которым идет снабжение изюмской группировки. Эта ветка идет одна из Белгорода через Волчанск. Извините, ради бога, можно я вас на секундочку перебью? Мне кажется, что было бы важно, если бы вы подчеркнули значение Купенска, потому что все говорят Купенск, Купенск, ну, малый какой-то поп земли. Вот чем так важен Купенск, и почему именно на него столько раз пыталась наступать украинская армия? Извините, что я перебиваю, но это просто фондан. Купенск – это большой железнодорожный узел, в который сходятся две ветки, заходящие с Российской Федерации. Одна идет с Белгорода через Волчанск, с севера заходит в Купенск, вторая идет с Валуек, это второй центр российской, такая такая база мощная в Валуйках, и она также заходит в Купенск. Вот эти две ветки сходятся в Купенске, а дальше через мост, через Оскол, они идут на, одна уже ветка идет на Изюм, и на юг, в сторону, через Рубежное, на север Донецк, и снабжает и Попаснянскую группировку в том числе. Украинские войска уже давно перебили мост и вывели из строя мост через речку Оскол, но там навели все-таки понтонные переправы или какие-то переправы, через которые более-менее все-таки войска переходят, разгружаясь перед Купенском. То есть они с ЖД платформ спускаются и дальше своим ходом или на трейлерах перебрасывают уже в саму Изюмскую группировку или вниз на Рубежное, в сторону Попасной. И вот этот, больше переправ там практически нет. Потому выход или взятие под контроль огневой, либо выход на Купенск обрезает нити снабжения Изюмской и Попаснянской группировки. Попаснянская группировка, та, которая вот Северодонецк, Рубежная, Лесичанск и до Бахмута, она может еще подпитываться со стороны Донецка, но самый лучший, именно чисто логистический момент связан был именно через Купенск. Потому вот Купенск есть таким узлом, который, ну как минимум, надо взять под огневые контроли. Как только создастся плацдарм, как минимум создастся плацдарм, которого можно будет доставать артой до Купенска и до переправ, они будут вынесены. Ну а если разойдется наступление до такой степени, что вы, украинские войска, зайдут в Купенск, то тогда захлопнется вообще крышка этого котла, этого треугольника, если считать Балаклея, Купенск и Изюм. И вот Изюм получается в такой, в принципе, в котле, как таковом, сжатый между водными преградами, а сверху крышкой прибит украинскими войсками.